Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова продолжается. Обновленные зебры на дорогах, Дорожно-ремонтная служба и инспекторы Анапской роты ДПС работают на дорогах. За безопасностью на курорте наблюдают круглосуточно. Анапа и Понтас – две футбольные команды мощно начали футбольный сезон. Долгожданное событие в Анапе. В понедельник, 21 апреля, прошло открытие нового детского сада «Волшебная страна» на 250 мест. На торжественной церемонии открытий и на экскурсии по «Волшебной стране» побывала наша съемочная группа. Детский сад номер 4 распахнул свои двери для 250 малышей, а на общении с нетерпением ждали этого события. Семья Степановых два года назад переехала с Камчатки в Анапу. В очереди в детский сад два года. Теперь трехлетний Мирослав и пятилетний Ярослав – воспитанники нового детского сада. К двойному празднику готовились всей семьей. Дети очень ждали, каждый день ждали в детском саде. Стихи учили, чтобы не стыдно было показать что-то. Почетную миссию перерезать красную ленту выполнил мэр Анапы Сергей Сергеев вместе с маленькими воспитанниками нового сада. Открытие состоялось и сразу после торжественной церемонии все гости отправились на первую экскурсию по детскому садику. В 11 группах все новое – мебель, игрушки, музыкальная и телеаппаратура. Сергей Сергеев посетил медицинский блок, пищеблок, музыкальный зал и группы. Такое пристальное внимание мэра не случайно. Он лично присутствовал во время закладки фундамента здания и едва ли не ежедневно контролировал ход строительства. Мы добились своего, мы достроили этот садик. Все новое, оно тяжело воплощается в жизнь. Здесь был пустырь, здесь не было тех домов, которые есть вокруг. Я знаю, что по генеральному плану это микрорайон, один из крупных микрорайонов города-курорта. Инфраструктура микрорайона развивается, прокладываются новые подъездные пути. По проекту Субсекского шоссе запланирован выезд на четыре автодороги. Один из них на улицу Ленина. Скоро установят и новый остановочный павильон с символичным названием остановки «Волшебная страна». Эмоции переполняют, слезы радости на глазах и у ребятишек, и у родителей, и у педагогического персонала. Мы создадим сказку для детей, так как они придут в нашу волшебную страну. И мы будем рады их встретить. Большое внимание уделили внутреннему благоустройству детского сада и внешнему виду прилегающей территории. Зеленые газоны, ландшафтные фигуры, просторные веранды, современные спортивные игровые площадки – все новое и безопасное. Мне понравилось палки и мячики. Буду учиться, как надо ездить в танки. Поэтому я хочу это сделать. Я рада, что у меня открыл садик. Я буду играться в прятки, догонялки, игрушки. За высокое качество выполнения ремонтных работ дошкольного учреждения сотрудников предприятия ООО «Кубаньстрой» наградили благодарностью мэра Анапы. Родители малышей оценили скорость и качество строительства. Очередь подошла, нам позвонили, позвали. Мы просто в восторге, не ожидали даже, что так быстро. Еще и в новый сад. Нам нравится очень все. Просто сад замечательный, красивый, площадки изумительные. Ребенок в восторге. Теперь мамы и папы могут выходить на работу. Дети под присмотром опытных педагогов. В новом детском саду на воспитании маленькие анапчане и жители сельских округов. Впервые за 20 лет в Анапе открыли первый новый детский сад в специализированном новом здании. И к другим темам. Православные верующие отметили главный христианский праздник – Пасху. Праздничные службы прошли во всех храмах. Вместе с многочисленными прихожанами глава города-курорта Сергей Сергеев принял участие в праздничном пасхальном богослужении в храме святого Ануфрия Великого. Духовенство и верующие с крестами, иконами и зажженными свечами прошли вокруг храма, а при входе прославили Христа, возвестив о его чудесном воскресении. После крестного хода в полночь началось главное пасхальное богослужение. Торжественно и празднично в храме особое убранство в эту ночь. Пасха – главный праздник христиан, продолжается он всю неделю. Поэтому вместо привычного «здравствуйте» все эти семь дней верующие приветствуют друг друга благой вестью – Христос воскрес. Вместе с прихожанами главный православный праздник в свято-ануфриевском храме встретил глава Анапы Сергей Сергеев. Во время пасхальной заутрени благочины Анапского округа настоятель свято-ануфриевского храма протеерей Виктор поздравил Сергея Сергеева и всех прихожан, вручив мэру пасхальное яйцо как символ веры воскресшего Христа. Присутствие представителей власти на богослужениях – многовековая традиция, своего рода признание роли русской православной церкви в формировании общества. Церковь выступает как источник веры, участвует в гармонизации межнациональных отношений. По окончанию божественной литургии в храме святого Ануфрия в Анапе было зачитано послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Завершилась служба в три часа ночи. И несмотря на дождь, хотя это хорошая примета в праздник, в церкви в святую ночь побывали более двух тысяч прихожан. Продолжаем выпуск. Безопасность на дорогах можно обеспечить разными способами. Работники дорожно-ремонтной службы обновляют краску на бордюрах и пешеходных дорожках. Сотрудники Анапской роты ДПС регулируют движение во время работ и обеспечивают безопасность. Новая дорожная разметка, окраска стоек дорожных знаков, нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение, линейная разметка проезжей части автодорог. Список работ, которые специалисты предприятия ДРСУ «Вираж» выполняют с конца марта. Подготовка водопропускных сооружений, то есть очистка лотков, ремонт оголовков труб. Объемы выполнены порядка уже 75%. Сдать мы дорожки должны к 1 мая. К 1 мая мы должны сдать 1-3 категорию и к 1 июня 4-5. Начать работу раньше не позволили погодные условия. Дорогу, бордюры и ограждения сначала чистят от пыли, затем красят. Техника, на которой работают специалисты предприятия ДРСУ «Вираж», создает дополнительные униудобства и ограничения на дорогах. На каждом участке ремонтных дорог инспекторы роты ДПС обеспечивают безопасность. Проводятся ремонтные работы, уборка дорог и постоянно следят за чистотой на дороге. Пишут акты, если есть недостатки. Также помогают дорожникам, регулируют, чтобы не было дорога красного прощества. До 1 мая специалисты предприятия ДРСУ «Вираж» обновят разметку, покрасят бордюрные камни. На 198 километров автомобильных дорог федерального значения. В городе и во всех сельских округах межведомственные проверки иностранных граждан, прибывших к нам для работы, приносят результат. Нарушителей миграционного законодательства стало меньше. Тема безопасности под контролем властей ежедневна. На территории города и района представители администрации, казаки, сотрудники полиции и миграционной службы проводят рейдовые мероприятия для выявления незаконных мигрантов. В станице Благовещенска межведомственная комиссия работает ежедневно. Как глава округа я считаю, что такие мероприятия необходимы. Тем более перед сезоном курортным жители, конечно, реагируют положительно на данную ситуацию. Многие отрадно, что звонят в администрацию, интересуются, кто проводит, с какой целью переписывают паспорта, проверяют документы. Ну, в общем, реакция жителей положительная. Не остается без внимания ни один дом или двор. Члены комиссии беседуют с жителями, проверяют их документы, заполняют карточки-опросники. После проверок каждый вечер участники рейдовых групп отчитываются в полиции. Считаю, что этот подворный обход, если это он нужен, если он необходим для того, чтобы выявить преступность какую-то или провести профилактические мероприятия, я только за. Жители Кубани и приезжих гостей просят с пониманием отнестись к таким рейдовым мероприятиям. Профилактическая работа проверки проводится в целях безопасности населения. Новости спорта продолжает выпуск. Новая команда Анапы встретилась с новороссийской футбольной командой Черноморец-Дубль. В первом же матче анапчане показали, что не собираются отхиживаться в аутсайзерах. Результат игры 4-0 в нашу пользу. Первую игру открытого чемпионата Краснодарского края по футболу среди любительских команд 2014 года футбольный клуб Анапы сыграл новороссийский. Анапский футболист разгромили своего соперника Черноморец-Дубль со счетом 4-0. Мэр Анапы Сергей Сергеев поздравил анапчан с победой в своем микроблоге. Правильно поставленная тактика принесла команде успех. Комбинации, которые футболисты создавали для взятия ворот соперника, были реализованы. Болельщики не могли пропустить эту игру. Группа поддержки из Анапы специально приехала на матч. Очень довольный. Хорошее впечатление. Первая игра и уже есть хорошие результаты. Все серьезные игры у команды еще впереди. Спортсмены продолжат тренировки. 26 апреля Анапа встретится с командой ЦСП Краснодар. На матч, который начнется в 17.00 на стадионе «Спартак», приглашают всех поклонников спорта. И еще один матч сыграли в субботу на стадионе села Витязева. Витязевский Понтас обыграл сборную КубГУ со счетом 3-0. Болельщиков на стадионе приветствовал заместитель мэра Анапы Сергей Козлов, назвав субботу футбольным праздничным днем. Замечательный день, праздник, праздник футбола. Прежде всего, это самый почитаемый вид спорта анапчанами и жителями села Витязева. Потому что команда Понтас уже 20 лет выступает на футбольном поле и борется за право победителя. У нее есть замечательные традиции. Хозяева поля Витязевский Понтас трижды за игру срывал аплодисменты и любимая болельщиков – гол. При этом не пропустив ни одного мяча в свои ворота. Итог встречи 3-0 в пользу анапчан. 21 апреля – день местного самоуправления. Поздравляем представителей ТОСов с профессиональным праздником. Более подробно о работе активистов расскажем в следующем выпуске новостей. И смотрите завтра. Строительство Южного потока без ущерба для экологии. Реликтовые деревья на территории участка компрессорной станции «Русская» выкопаны и пересажены в парк «Ореховая роща». Напомним, газопровод «Южный поток» строится для поставок российского газа в страны Южной и Центральной Европы в обход Украины. Базовый проект предполагает подводный маршрут через Черное море до побережья Болгарии. Это все новости на сегодня в завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 22 апреля, в Анапе будет малооблачно, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 12-14, ночью около 11 градусов по Цельсию. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 13 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строителей. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333.